Давайте начнем. Меня зовут Улбек. Я сегодня расскажу о том, что есть у нас в Айпиматике и у Ялинка совместно по продуктам видеоконференц-связи. Я являюсь сотрудником компании Айпиматика, отвечаю за развитие рынка видеоконференц-связи по России и по СНГ. Контакты я свои вам сейчас на в чате. И мы приступим, наверное, к презентации. Сегодня мой рассказ будет о том, что есть из продуктов и из решений у Ялинка и что стоит ожидать в этом году, каков родмап по новым продуктам и по новым решениям от Ялинка, что может предложить Айпиматика на основе этих продуктов и решений. Позиционирование продуктов Ялинк идет на уровень SMB, SME, предприятия и выше. Позиционирование против конкурентов и облачных сервисов. Но мы не конкурируем со Скайпом, мы не конкурируем с веб-конференциями, мы заходим в корпоративный рынок, это либо средний и малый бизнес, либо это крупные заказчики. И там нашими основными конкурентами, то есть те, с кем мы «любим» друг друга, это, конечно же, поликом и ЦИСК на сегодняшний день в России, еще немножко решения Авая. Но основной момент, основной рынок, который мы делим с конкурентами, и конкурентами является поликом и ЦИСК. Целевые заказчики Ялинк, если мы говорим про законченное, закрытое решение только на оборудовании Ялинк, это до 8 точек. Если мы говорим о большем количестве точек, 8+, а это, кстати, основные потребности рынка, то есть больше, чем 8 точек нужно объединять, то нужно использовать внешний софт-свич, и о нем я расскажу, наверное, вкратце сегодня, но более подробно я хотел бы об этом рассказать на своем следующем вебинаре, куда вас настоять в Ашаю, и там будет рассказано это достаточно подробно с применением ресурсов партнера о том, как строить такие решения. Значит, если смотреть на типовую координатную сетку «Цена против качества», то, как мы уже говорили, Ялинк по качеству стоит на уровне с лидерами рынка поликом и ЦИСКО, также с оборудованием LifeSize и Redvision от компании Avaya, ну и выше по качеству, чем веб-конференции, веб-сервисы, которые достаточно популярны в мире для частного применения и не столь популярны, я бы сказал, для корпоративного. При том, при всем, что если вы посмотрите на цену, то мы сравнимы с LifeSize, мы дороже, чем Skype, безусловно, но сравнимы с LifeSize и при этом намного ниже наша стоимость за то же качество, нежели чем поликом, ЦИСКО и Redvision. Вот типовой roadmap по применению продуктов для тех или иных целей. Самая главная наша аудитория – это оборудование переговорных комнат. И для оборудования переговорной комнаты можно использовать все аппаратные кодеки компании Ялинк. Это и 400-й, и 120-й, и 110-й. Позже я о них расскажу. Для десктопа, для рабочего стола можно применять видеотелефоны или приложения на тот компьютер, который у вас стоит на столе. Ну и для мобильных пользователей на 3G, на 4G можно применять с сегодняшнего дня уже это на планшетах, на смартфонах, которые работают и на Android, и на iOS. Еще раз, это некая матрица, некая мантра. Нужно понимать, что оборудование переговорной комнаты и оборудование рабочего стола или работа в мобильных полях – это разные вещи, и тут нужны разные подходы. Нужно помнить о том, что предлагать и давать клиенту стараться лучшее, что ему нужно. Не стоит пытаться продать клиенту, допустим, слишком тяжелое решение тогда, когда ему нужно оборудовать всего лишь его маленькую переговорную, или наоборот, давать решение настольное тогда, когда речь идет о большой переговорной. Здесь я готов консультировать вас, контакты мои есть, связывайтесь, будем обсуждать проект за проектом. Если расположить по возрастающей, немножко больше рассказать о каждом продукте, вкратце, снизу вверх 400 кодек, он равен кодеку 120, который чуть-чуть выше и правее, но у него есть особенности, есть преимущества, у него есть встроенный MCU, который может тащить на себе от 4 клиентов удаленных до 8 клиентов, то есть конфигурация 1 плюс 3 и 1 плюс 8 доступны. До 8 клиентов требуется апгрейд программный и требуется докупка отдельной рецензии. Если мы говорим про качество, то до 4 клиентов в качестве 1080p30 и до 8 клиентов в качестве 720p30. Это нужно помнить. Следующий кодек, который второй по линейке, это 120 кодек, такая же камера, 18-кратный зум, такой же конференц-телефон, про него чуть позже. То есть по производительности, как кодек, он такой же, как 400-й. Это для больших и средних переговорных комнат, когда нужно зумом достать участника, который находится на краю стола в дальнем углу. Накрытие по размеру, ну, я бы сказал, что можно закрывать переговорный до 12 метров, если мы говорим о длине стола. Это край. Если мы говорим о размере переговорной, ну, тут все зависит от того, как сидят люди в этой переговорной, и для этого опять нужно, наверное, нам с вами связываться, консультироваться, смотреть на эргономику, так, чтобы всеми микрофонами мы каждого говорящего достали. Так же, как и камерой достали, имели возможность зумировать на каждого выступающего. Для малой переговорной комнаты есть продукт 110-й. Он доступен в двух вариантах по звуку. Это с таким же конференц-фоном, который я рассказывал с предыдущими кодеками, либо с MyPod, то есть это не конференц-телефон, это просто микрофон и колонки. Значит, сам кодек имеет встроенный микрофон, чуть позже о нем я расскажу. Значит, для малых переговорных, малая переговорная, мы понимаем, что это 1-6 человек, не больше. Почему? Потому что кодек не имеет оптического зума, он имеет только электронный зум, зумирование коэффициент 4, соответственно, он может достать не больше, чем один овальный стол, за которым сидят, словно говоря, 6 человек. Следующий уровень и следующая ступенечка по применениям – это рабочий стол или дом. Это может быть телефон, видеотелефон 49G, или может быть программный клиент, установленный на ваш компьютер за рабочим столом на рабочем месте или дома. Ну плюс, вот человечек, у нас теперь совсем недавно вышли все необходимые мобильные приложения, которые позволяют работать на смартфоне и на планшете на операционных системах iOS и Android. Еще раз, некая мантра, предыдущий слайд, куда позиционировать и как позиционировать, некая мантра, тот слайд, который я закончил сейчас, чем отличаются конкретно все продукты из линейки, это всего 6 неких полей, это стоит запомнить для того, чтобы правильно достать из кармана, когда вы говорите с вашим заказчиком. Преимущества по рынку. Ну, делается все на самом деле на том же самом чипсете, что и Polycom, и Lifesize, и Cisco. И я могу сравнивать здесь с точки зрения качества, поскольку я не работал в Lifesize, но в Polycom и Cisco я имел честь работать и могу сравнить по качеству, как работает кодек от Ялинка и как работают, соответственно, конкурентные продукты от Polycom и Cisco. Надо сказать, что при таком же качестве примерно цена достаточно выигрышна для вас, как для партнеров. И это нужно использовать, нужно идти по рынку и вышибать конкурентов, занимая правильные ниши свои. Плюс тот, который есть у Ялинка, и который я также хотел бы отметить, это простота установки, настройки и поддержки. То есть клиенту не нужно быть кандидатом на ОПО Unified Communications, ему достаточно интуитивно раз или два пройти то, что нужно для того, чтобы настроить, и это запоминается на раз и два. То есть именно то, что мы называем просто. Ну и цена для конечного заказчика. Сегодня не так много денег надо на рынке, и бюджеты сворачиваются не только в рублях, но и в долларах, не только в России, но и по всему СНГ. Я думаю, что это одно из плеч, одно из рычагов, которые могут позволить помочь вам поместиться в тот бюджет, который ужался из-за роста курса, из-за того, что вы резали в целом все бюджеты. По цене нужно использовать это плечо, и здесь мы готовы вам помочь в каждом проекте. В зависимости от того, что стоит там конкурентного, мы готовы защитить вас и оказать вам помощь. Ну, вот по поводу, значит, теперь продукт за продуктом. 400-й кодек – это головной офис, это наш флагманский продукт. Состоит из кодека, конференции телефона, очень-очень хорошие камеры с хорошим зумом, под дистанционное управление, на нем вшит встроенный MCU, который тащит до четырех точек в качестве 1080p, или, если мы его апдейтим в лицензии софтверной до восьми точек, то качество достижимо 720 точек. То есть вопрос, зачем нужен кодек вообще, то есть почему не пользоваться там, не знаю, веб-клиентом. Кодек нужен, во-первых, потому что он умеет распиливать контент на две стороны, то есть на два экрана – налево контент, направо люди, или наоборот, в зависимости от того, как нужно заказчику. Софтверный клиент этого делать не умеет. Он, вот сейчас я разговариваю вам с софтверным клиентом, или говорящая голова, я слева, ну маленький, или контент, который вы сейчас видите в центре. Так вот, кодек это делает примерно симметрично. Видеозапись, возможно, на борту, это чуть позже я расскажу, в чем преимущество такого решения именно на борту, а не где-нибудь на сторонней железке, которая в центре стоит. Ну и кодек 400 и от 120 отличается только, значит, возможностью MCU, а все остальные аксессуары не одинаковые. Можно конфиденцией телефона взять удлинители до двух выносных микрофонов, которые позволят вам накрыть, ну, достаточно широкую аудиторию. На сайте IPMATIC в продуктах, в карточке каждого продукта есть, в принципе, чертежи о том, как это можно достичь. Настоятельно рекомендую смотреть на сайте IPMATIC определенные страницы, которые описывают видеоконференцию и аксессуары. Следующий продукт – это 120-й кодек, он позиционируется для больших и средних переговорных, состоит из кодека, конференц-телефона, той же самой камеры, очень качественной, пульт дистанционного управления, также умеет, как любой кодек аппаратный, распиливать на два экрана, говорящий головой или контент, также есть возможность записывать на месте, прямо на USB, умеет терминировать один видео вызов и один аудио вызов. Условно говоря, у вас может один из участников не иметь возможности в хорошем интернете говорить с вами, но он может дозвониться по телефону на этот конференц-телефон и быть участником голоса. 110-й кодек – это филиал или персональное использование, доступен он в двух апостасях, как видно на картинках, либо с конференц-телефоном, либо с майк-кодом. У него встроена цифровая камера, то есть это решение все в одном, если вы видите, на основе коробки никакой нет, он прямо так и ставится на телевизор или на стол. Есть цифровой зум, отсутствует оптический зум, достаточно качественный всенаправленный встроенный микрофон, ну или конференц-телефон, в зависимости от конфигурации. Пульс дистанционного управления и имеет возможность питаться по ПОЭ, это важно там, где у вас с питанием швах. Грубо говоря, вы там одним кабелем можете накормить и сам кодек, и озвучку в чем. Также терминирует один видео вызов, один аудио вызов, также распиливает, как любой аппаратный кодек, говорящий головы налево, пипл направо или наоборот. Также имеет возможность записывания той сессии, которая сейчас происходит, прямо на лету на USB-порту. То есть можно свисток воткнуть прямо в него, и запись будет на месте осуществляться. Настольный телефон, видеотелефон, у которого функция и быть телефоном, видеотелефоном на столе, и в принципе есть возможность подключения выносного телевизора или выносного монитора, для того, чтобы давать разрешение на экран до Full HD. Значит, у него камера, она может сниматься и также уноситься на монитор, при условии, что вы ее продлите кабелем. Телефон описывать в такой презентации тяжело, его лучше смотреть, для чего я рекомендую посещать наши домозоны или смотреть его в отдельной презентации. Выход у него на телевизор или на монитор, обычный HDMI, соответственно, годится любой бытовой телевизор, который есть у заказчика. Он совмещает в себе все преимущества тип телефонии и unified communication от видеоконференции. Классическая, значит, модель, когда мы делаем закрытое решение все в одном, это, допустим, головной подок 400 со встроенным MCU, который может терминировать один аудиовызыв, как мы говорили. Ну и вот показана возможность того, что мы соединяем. Это может быть 120 в средней и группной переговорной регионе или в этой же штаб-квартире. Это может быть 49-й телефон на столе у топ-менеджера. Это может быть 110-й телефон, где-то вынесено в филиале, который в географии далеко достаточно показан. Вот такой конфигурации мы можем тащить до четырех точек. Если мы захотим увеличить количество точек, нам, к сожалению, придется пожертвовать качеством. И вместо качества 1080p и в конфигурации 1 плюс 7 мы сможем располагать только качеством 720p. Об этом нужно помнить. Значит, какие преимущества имеем мы по рынку? Это Full HD в видео и в аудио. По аудио я хотел бы, наверное, в отдельной технической презентации не сегодня рассказать о том, что мы делаем для того, чтобы аудио было высшего качества. Следующее преимущество – мы умеем оптимизировать полосу и минимизировать сетевой трафик, применяя High Profile. достаточно проста система в установке, настройке и использовании. То есть, когда к вам приезжают коды, какие-то публичные IP-адреса уже туда забиты. Этого не нужно руками делать. Могу сказать, что с другими вендорами надо помучиться серьезно, прежде чем быстро развернуть в поле какой-то демонстрации. Понятный, интуитивно локализованный интерфейс на русском языке. Практически со всеми вендорами решение совместимо. Ну и защищенность и безопасность систем передачи – это тема для отдельного нашего вебинара. Наверное, мы будем говорить об этом подробно в следующих вебинарах. Если вы дадите мне знать, что это вам интересно, я проведу его быстрее для вас. Значит, что такое в целом забота о клиенте? Это забота о том, чтобы ему было просто и удобно. Установка и показать для вас, быстро вывести в поле показать для клиента, использовать для клиента, чтобы это не вызывало у него мучений по поводу привыкания, чтобы все было интуитивно. Чтобы просто было управлять, просто и удобно управлять. Опять же, чтобы клиент не мучился и не говорил, ты знаешь, я не буду ничего пользоваться, вот только кнопку нажму и буду смотреть, потому что мне это сложно. Это не должно быть сложно. Запись должна быть достаточно простая, то есть не нужно ее записывать где-то у черта на куличках, хранить за страшные деньги и потом пытаться достать удаленно. То есть она должна быть на лету на том носителе, который любит клиент. Удобно смотреть. То есть и запись, и сами мероприятия должны быть настолько просты и понятны, интуитивны, чтобы клиент, ну, ваш заказчик не испытывал каких-либо неудобств, чтобы он не боялся этой техники. Это самое главное. То есть удобно – это некое слово, которое всеобъемлющее. Для клиента должно быть удобно. Использовать для вас должно быть удобно продать, для клиента. И хорошо бы, чтобы, если вы еще имели здоровый усунь после этого, имеется в виду, чтобы оборудование и решение не приносило каких-то технических проблем. Это приоритет. Как быстро сделать для клиента конечную презентацию – от этого зависит зачастую ваш успех. Презентация может быть у вас на демо-зоне, а может быть у клиента в поле. Так вот я хочу сказать, что начинать надо, конечно, с вашей демо-зоны, и мы будем об этом с вами говорить, но приходить, в конце концов, к тому, чтобы это можно было сделать в поле у клиента быстро и не тратить на это много времени. Должен сказать, что Ялинк – именно то оборудование, которое достаточно быстро разворачивается в поле у клиента, обходит там все фаерволы, и за несколько минут, я не скажу, что это 5, несколько минут, если у клиента есть, значит, правильная сетевая розетка с точки зрения интернета и правильная сетевая розетка с точки зрения 220 вольт – это все можно настроить. По поводу записи. Запись на том месте, где ты сейчас присутствуешь. То есть, грубо говоря, если вы будете использовать внешнюю систему записи контента, который так любят использовать другие вендоры, мы не будем говорить, кто. Мало того, что это очень дорого, ну, то есть нужно потратиться серьезно, там, вот десятков тысяч долларов, это еще и неудобно, то есть в этом умеет разбираться в лучшем случае модератор мероприятия, а в худшем случае только сисадмин всей конторы. Соответственно, люди, которые хотят достать запись, им неудобно этим пользоваться, им нужно обращаться, ну, вот, к этим двум товарищам для того, чтобы что-то прослушать, что-то посмотреть. Это приводит к тому, что они просто этого не делают. И вот эти десять тысяч долларов были выкинуты, десятки тысяч долларов выкинуты на ветер, практически. Если вы пишете локально на любой, значит, USB-носитель, это может быть свисток или, может быть, диск, ну, примерно, значит, бюджет по записи, вот, два часа записи, это один гик. Это общий бюджет для любой видеоконференции. Можете рассчитать, на сколько вам хватит, не знаю, свистка или вашего хард-диска, сколько хранить, как использовать. И это достаточно просто, поскольку вы знаете, где это лежит, и можете просто физически передать это кому-то и сказать, на, возьми, попользуйся. Что по поводу раскладок, тоже в несколько шагов, и достаточно интуитивно там определяются раскладки. Это может быть раскладка шоколадка, то бишь, когда всех видно мозаика, это может быть раскладка continuous presence, когда один говорящий – большая голова, voice detection, а все остальные, кто сейчас молчит, уносятся, как малые головы. Соответственно, контент автоматически определяется на второй. На дисплей один, дисплей два у других вендоров можно показывать, скажем так, говорящие головы только в достаточно суженном режиме. Ну, допустим, вывести на дисплей, один из дисплеев, не первый, не второй, на один из дисплеев удаленных участников, а на второй из дисплеев того, кто находится в зале. В нашем случае можно выводить в любой композиции, то есть вы можете удаленных-удаленных, зал-зал, контент-контент, контент-зал. Совместимость по 323, ну, со всеми вендорами, в общем, это проверено, это протестировано, это работает. Вот картинка, которая, в принципе, помогает понять, где и как нам действовать. Что если у вас закрытое решение или решение до 8 участников, то достаточно пользоваться, значит, продуктом, который слева вверху, это 400-й кодекс со встроенным MCU, который, во-первых, следит за своим стадом продуктов Ялинк, которые внизу у вас нарисованы для регионального офиса или для персонального использования, сам при этом смотрит в облако, это облако, может быть, Ялинк облаком, то есть у нас запуск облачного решения Ялинк достаточно скоро произойдет, сейчас чуть позже расскажу, когда именно. Это может быть решение стороннее облачное, причем это может быть частное решение, это может быть публичное решение или это может быть комбинированное решение. Из вендоров пробировано и доказано, что это хорошо работает с всеми лидерами на этом рынке. Это Paxip, это Video, это BlueJeans, Zoom. Из российских компаний отдельно хотел бы указать TrueConf и Mind. С ними это все работает замечательно. Если у вас есть необходимость шить тонкого клиента, то есть веб-конференцию, и толстого клиента, то есть конференцию, которая на кодеках организована, на сегодняшний день это самое популярное решение, потому что оно самое низкое по стоимости владения. То есть там, где нужно, в залах или в больших переговорных комнатах или в средних переговорных комнатах, реально использовать аппаратный кодек, используется аппаратный кодек. Там, где этого не нужно, используется софтверный кодек в браузере или в приложении. Некое конвергентное решение, которое на сегодняшний день самое популярное по цене и качеству. С этим нужно будет разбираться, я этому посвящу отдельный подобный вебинар. Ну и помнить про некую табличку, что имеем, что не имеем. Не буду сейчас долго рассуждать, эта табличка доступна везде. Кроме прочего, помнить о цене, порядок цены на каждую точку, для того, чтобы быстро на коленке иметь возможность прикинуть бюджет. Во что это может обойтись для конечного заказчика. Ну вот слайд, который я хотел бы практически закончить. Еще там пара слайдов есть. Мысль простая, что я на самом деле следить за каждым показателем, за каждой вот черточкой того продукта, который он делает. То есть он делает его на правильных чипах, он делает его с правильной оптикой, он делает его с шикарным звуком, он делает его с правильными настольными решениями для накрытия всего этого хозяйства. Имеется ввиду конференц-фоны. Ну и вот чисто тактильно и визуально я бы сказал, что это правда, и на самом деле, что по качеству это не уступает ни ЦСК, ни Тобетон. Перейдем к родмапу. Я попробую рассказать, что у нас в этом году предвидится. Во втором квартале у нас вышло уже приложение под iOS. В первом квартале вышло приложение под Android. Во втором квартале у нас выйдет клиент для MacOS, для Yosmit. В первом квартале выйдет расширение для камеры. Вот то, что CRM API for Crestron IMX Control Systems, это второй квартал 2016 года, это очень важная вещь для больших залов. Там, где клиент вас просит сделать интеграцию с конференц-системами, со звуком. Без API для вот этих двух лидеров рынка, Crestron и IMX, это сделать практически невозможно. И это приводит к тому, что в определенных клиентах, ну, там не получается договориться с клиентом, с заказчиком. Заказчик говорит, я хочу всю вот эту красоту, гусиные шеи, конференц-телефоны, конгресс-фоны и так далее. Чтобы это работало красиво, нам нужно дождаться второго квартала. Я уверен, что это произойдет, и тогда мы сможем накрывать практически любого размера зала. Ну, и вот второй квартал текущего года. Мы ждем, что будет SaaS, Software as a Service, то есть в облаке Ялинг запустят свою платформу, на которую можно будет цеплять любой кодек. Соответственно, если у вас решение больше восьми, вы можете использовать то облако, которое будет предлагать Ялинг. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я бы ждал их в чат или на почту. Почта моя приведена, Skype мой приведен, телефон мой нарисован. Если есть вопросы, можно, наверное, модератора попросить их написать мне в чат. Плюс я прошу ответить на опросы, которые у вас вкладочка наверху, она моргает. Если вопросов нет, то я хотел бы отклониться 30 минут в регламент поделать Горбачев Михаил Скриевич. Следующий вебинар я, наверное, посвящу как раз решениям, которые завязаны на облако, и нам уже пора к этому учиться, пора готовиться к выпуску со стороны Ялинга того самого облачного решения, которое позволит объединить больше восьми точек. 30-40, сколько вам нужно. Спасибо за то, что были со мной. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.